Всем привет! С вами снова Настя, и вы находитесь на канале UNSchool Island. Сегодня я вам хочу рассказать словарный запас, который относится к технической сфере. Так как я сама уже работаю там около, ну, наверное, лет 7, может быть, 6, то у меня, конечно же, есть свой словарный запас, который я уже оттуда научилась, и хочу поделиться несколькими словами вместе с вами именно таким вот словарным запасом технаря. Смотрите, ребята, если мы говорим о каких-то схемах, то схема будет по-фински кавио. Кавио, схема, а если это гидравлическая схема, то это будет хидравлийка кавио. Хидравлийка кавио, гидравлика, хидравлийка кавио, схема, и получается хидравлийка кавио. Если мы говорим о такой электрической схеме, то она будет называться на финском языке сэхкэ кавио. Все очень просто, финский язык реально очень простой язык. Не нужно слишком долго думать. То есть мы берем слово электричество и берем слово кавио, схема. Соединяем, получается, электрическая схема. Легко? Легко. А еще такие вот схемы, микросхема называется пи-рикавио. Это на английском circuit diagram, если кто. Diagram, circuit diagram. Кто на английском знает, тот знает, что такое пи-рикавио. Дальше, если вы создаете какую-то 3D-модель, какую-то 3D-модель, то она на финском будет звучать как 3D-модель, 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 3D-модель. Отлично, супер. Ма тееню хэн 3D-маллин. Туала Solidworks'и. Я сделала 3D-модель в Solidworks'е. Дальше слово пи-рустус, это чертёж. Если вы сделали какую-то чертёж, например, в том же самом Solidworks'е, то это будет на финском Ма теен пи-рустук сэн Solidworks'и. Вот этот твой чертёж был, кстати, неправильным. Дальше, если вы делаете какие-то проекты с какими-то такими большими машинами, например, то у этих машин есть обычно такой как бы серийный номер, и по-фински это будет Номер, опять же, всё легко и просто. Ну, а если модель машины, то Коне Малли. Коне машина, Малли опять модель. Как же всё просто в финском языке? Напишите, если это так, и ставьте лайки обязательно. Если мы говорим про каких-то инженеров, то по-фински это будет Но финны не так часто используют слово инженеры, они больше используют слово СУНИТЕЛИ, что в принципе означает одно и то же. Но СУНИТЕЛИ это также может быть и дизайнер, но обычно СУНИТЕЛИ это больше какой-то технический СУНИТЕЛИ, хотя они могут реально быть самыми разными СУНИТЕЛИ. Это как и дизайнер, и в общем-то какой-то проектировщик, в общем реально очень много чего означает. А СУНИТЕЛИ это проектировать. Бывают, например, какие-то промышленные инженеры, и это будет, например, ТУОТАНТОИНСИНЕР, или ТУОТАНТОСУНИТЕЛИ. Ну и если вам нужно сделать какой-то прототип для какого-нибудь проекта, то это будет ПРОТОТЮПИ. Тоже всё очень легко. Просто берёте русское слово ПРОТОТИП и меняете на букву У там всё, и получается ПРОТОТЮПИ. Как же всё легко, ребята. Ну реально легко. Ну и чтобы вас сильно не напрягать этим видео и таким большим объёмом слов, то мы сегодня закончим. А если вам интересна эта тема, то я, конечно же, её продолжу. Только напишите под видео. С вами была, как всегда, Настя Анскулайнен. И если тоже кто-то технар, ставьте лайки и пишите, что вы тоже технар. Всем спасибо за просмотр. С вами была Настя Анскулайнен. И пока-пока. Финским хардкорным технарём... Технар... Таким словарем... Словарём... Блин. Как же они зваются?